Арарат кулинарного зодчества. Я имею самое непосредственное отношение к знаменитому армянскому коньяку. Я просто БЛД. Наша классика, еврейская. Форель в основном ползает среди виноградных листьев. Неловко сказать, что это какая-то бурда. Друзья, я блогер. В Ереване, особенность Еревана, большие порции приносят. Сколько стоит вот это, вот если бы я взял все? Все стоит примерно 20 тысяч. 20 тысяч разделить Сашка умеет на 7. Даже 3. 3 тысячи рублей. Ребят, смотрите, зачем я, естественно, это не на одного. Если я это съем, то это будет прощальная гастроль программы «Съедобно-съедобно». Это визитная карточка ресторана «Лаваш» в Ереване. Я хочу просто начать с этого пирожка, потому что, во-первых, от него сносит крышу, какой он пышный и красивый. А во-вторых, тут важен элемент истории, с которой я и хочу начать повествование. Это в нашем отечественном понимании торт «Наполеон». Однажды мы снимали в Париже сюжет про торт «Наполеон». Естественно, логично, что ни один француз не знает торт имени Наполеона, а вот эта вот конструкция называется во Франции «Мельфей». И мы снимали в Мекке мельфеев в ресторане «Ледом», где именно вот такой вид торта и изобрели. Саша, можешь показать фрагмент того сюжета? «Наполеон» «Наполеон» Но вообще-то это чистый «Наполеон». Так вот, легенда гласит, что вот этот торт, владелец ресторана Давид Иремян, вообще самый знаменитый армянский ресторатор, позаимствовал Аркадия Новикова, побывав в Москве на Неглинке в ВОК-кафе. Ему так понравилось, что он вот решил его привнести сюда. Но не знал Давид и не сказал ему Аркадий, Аркадий, почему ты не сказал это Давиду, что ты тоже позаимствовал рецепт этого торта у французов, что логично. Уверен, что первоначально ты его увидел в ресторане «Ледом». Даже если это не мне одному, а на несколько человек, то это невообразимое. Я не понимаю, что это такое. И ничего страшного в этом нету, потому что вот таким образом вот это изобретение, не знаю, это монблан или нет, арарат кулинарного зодчества завоевывает весь мир. В данном случае Ереван. Мы как будто опять начинаем, потому что то, что мы снимали вот сейчас только что с Мельфеем, это, на самом деле, профайл. А вот сейчас такое торжественное начало. Улица Туманяна. Одна из центральных и ресторанных улиц Еревана. На каждом углу рестораны на любой вкус. На мой вкус проверить ресторан «Лаваш», потому что я в Москве прочитал в приложении «Афиша еда» лучшие рестораны Еревана. Вот это заведение на первом месте. Значит, хозяин Давид Еремян, у него несколько ресторанов в городе. Мы должны проверить качество не ресторана, а приложение «Афиша еда». Врут или не врут? Они, например, пишут, что здесь самые вкусные в Ереване завтраки. Например, яичница с бастурмой. Как сказал наш замечательный сопровождающий Айк, в Армении вообще не завтракают. Курят сигарету и пьют кофе. Это завтрак. Поэтому то, что здесь хоть что-то едят, это уже чудо. Посмотрите, кстати, в Ереване курят во всех заведениях. Я настолько уже забыл, как это выглядит. Куда ни прийти, все сидят и курят. Ладно. Здесь такое количество фермерских разнообразных закусок, что мы не будем даже пробовать эту яичницу с бастурмой. Тем более, время не завтрак, а просто посмотрим, чем угощают в самом модном в Москве ереванском ресторане. Иди сюда, Илья. Давай. Когда жена отправляла мужа на пастбище в горы, она собирала ему в дорогу нехитрую котомку. В лаваш она заворачивала все, что есть в доме. Получалась такая сумка, и он с этим шел. Я сейчас при вас буду делать вскрытие. Это могли быть овощи, сыры, мясо. Когда пастух делал привал на потрясающем горном лугу, он клал эту сумку на солнце, она разогревалась, как в естественной микроволновке. И получалось что-то среднее между, я не знаю, шурмой, между закрытой пиццей, а я бы назвал это тушенкой. Тушенка в лаваше распадается на атомы. Пробуй, скажи, тебе принесли горячее. Ой, прямо слюнки текут. Так, это все фермерское. Принцип этого заведения с фермы на стол. А это что у нас? Это помидор, фаршированный с жальными баклажанами, с помидором, перцем и с чесноком. А как это называется внутри? Вот аджипсандал, это... Имам Байады. Имам Байады. Имам, а, имам это священие. А Байады это удивился? Ну, примерно так, да. Байады, вот как здесь... Я просто Байады, как вкусно в Ереване. Но я не имам, а это косичка. Сухой жесткий сыр, да, вот это? Вот это сухой сыр. А этот? То есть, если хотите попробовать настоящий армянский сыр, купите ракфор, закопайте его. Сыр с мятой. А потом, если найдете, откопайте, и получится вот это вот замесить. Да, где там находиться. Да. Так, сюда ставьте. А что же там за эти пилотки такие? Это уже шашлык из баклажана, с аджикой, и там еще кедровенький. Капуста, кедровый орех и грецкие орехи. С сливочным соусом эстрагона. Получается очень... А это... Буцет из грецких орехов. Ох. Солбы из болгарского перца. Былды. А потрясен как будет. Удивлен, былды, а потрясен. Поотвещен это уже после пробы еды. Логично. Соус это потрясающе. Сливочно-травяной. И сама это... Как это называется, я забыл. Это баклажан с тархуновым соусом. Баклажан с тархуновым соусом. Я уже потрясен, а слово так по-армянски и не знаю. Как будет потрясен по-армянски? Ценцеват. 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 Это я еще не пробовал. Всего остального. Помидоры тоже. Да, пожалуйста. Что это? Ой. Смотрите, это телячье ребрышко. Паги готовили, да? Телячье. Ой, нежно. А как ее готовят? Ее долго тушат, да? Да, ее вот все вместе, вот это все вместе варится, варится вот. Но без долмы. Нет, с долмой. С долмой? Да, и самое главное, что вот надо вот мясо селядины и вот долмой пробовать одновременно. В казане в каком-то, да? Да, да, да. Так, это что такое? Это домашнее гранатовое должно быть. Гранатовое? Я не распробовал. Давайте. Нет, еще давайте. Еще. Я в последнее время стал... Просто хочу сказать, что мы очень любим шутить. Пробуйте. Так, вот это меня напрягло сейчас. Чего они любят? Они любят шутить. Ну, тогда я тоже... Это не гранатовое вино. Это не гранатовое. Я хочу, чтобы вы это попробовали. Я говорю, я не распробовал, но, дядя, ловко... Вы думали, насколько вкусно гранатовое вино. Неловко сказать, что это какая-то бурда. Но это, кстати, тоже неплохо. Виноградное это? Да, это виноградное. Я становлюсь потихоньку честным человеком. Это не гранатовое вино. Это виноградное? Да. Вот сейчас вы узнаете, насколько вкусно Вот так вот. На мякине меня пытались провести. Я уже ничему не верю. Прекрасно. Дивное вино. Совершенно не кислое. Прямо оно гранат. Попробуй, Илья. Нежнейшее. А технологии его готовят так же, как вот это вино? Примерно, да. Слушайте, потрясающее вино. Вот я вам еще напил. Ну вот я выцыганивал долгими словами это. Да, ну достаточно. Так. Ну, старика Мельфея вы уже знаете наизусть. Он нам не так интересен, как вот эта плоская штучка. Это что такое? Это наша фирменная гата, который вошел в книгу рекордов Дениса. Мы его испекли в прошлом году на День города, которому исполнилось 2800 лет и подарили это нашему любимому городу Ильевану. Вы понимаете, ради чего мы приехали вообще в Армению? Арарат. Вот. То, что осталось от прошлогоднего праздника, день рождения города. Сколько длиной был? 60 метров. Осталось последние полметра. Налетай. А он еще режется или он окаменел с тех пор уже? Что туда входит? Тут находится сухофрукты, слоеное тесто. Ну все, режем. Просто и гениально. Просто и гениально. И мы сейчас присутствуем при уничтожении рекорда Гиннесса. Замахнусь-ка я на старика Гиннесса. Он, кстати, умер, как ты думаешь? После того, как съел это. Эта шутка, она войдет туда же, в ту же книгу. Да. Музыка. Музыка. Знаменитый русский, советский, армянский художник Мартирос Сарян. Вон он с тревогой смотрит на то, что произошло в его стране, да вообще в мире за те годы, в которых он уже не застал. Вот эту китайскую делегацию, например. И его сквер оккупировали не только жители Поднебесной, но и местные армянские художники, которые хотят как бы прикоснуться к славе великого живописца армянского, советского. А это тоже неизвестная личность? Да. Просто нравится мне. А те? А те тоже. Только вот Магрид Макарчана знает. Макарчан с ужасом смотрит на новых русских. Депардьяна, и на все это они как-то перекликаются с великим художником. А я могу как-то контакт установить между вами. Как? Ну, покупаем картины и все. Так контакт может любой, дайте денег, будет контакт. Вот мне нравится. Приехал наверняка, я хотел к искусству примкнуть, а вы контакт. Вы, наверное, частенько в Сочи тоже бываете. В Сочи я не бываю. Не бываете? Да, а что там в Сочи? Да, я там работаю, может там встретимся. Давайте. В нейтральном территории. Хорошо, да, выезжаем, все. Илья, поехали в Сочи, мы заканчиваем здесь съемку. Когда? Вечером сегодня в Сочи? Ну, как будет у вас. Там самый вкусный шашлык в Сочи, в санатории Светлана. Армяне готовят маленький-маленький такой у них костерочек. Весь Сочи, знающий, ездит туда. Не на эти набережные поганые, а вот туда. Понятно. Поехали туда, в Светлану, в Сочи. Ну, если приглашать, а что я? В России. То есть это мне вам билет покупать, да, начинается? Ну, конечно. И еще дома нужно оставить. Я же дома оставляю. Денег просто. Когда вы уезжаете, дома надо оставить деньги. Ну, хорошо. Тогда, знаете что, нет. Илья, хотя вот самый щедрый из жадных – это Илья. Илья, можешь оставить деньги? Как вас зовут? Андроник. Андронику. Можешь оставить денег на то, чтобы пока мы будем в Сочи, семья не голодала? А вы давайте… Нет, говорит Илья. Андроник. Оставьтесь ваше фото у меня. Так. Вот как Депардия. Ваш портрет. А Депардия вам оставил фото, и вот с таким неприглядным получился? Он не оставил, поэтому неприглядным. А если вы оставите, я ваш портрет напишу. А давайте фото Ильи, потому что все хотят наконец узнать, как он выглядит. Мне все равно. Лишь бы платили хорошо. Он заплатил. Это знаменитые армянские актёры, которые сыграли в фильме Киасаяна «Мужчины». Это было в 1972 году, фильм очень популярный, любимый в Армении, да и вообще в Советском Союзе. Текст к этому фильму читает Зиновий Герд. Как вы догадываетесь, если фильм называется «Мужчины», то и главным действующим лицом, естественно, будет «Женщина». Теперь попробую всё это связать воедино. То, что армяне в Армении памятник, логично, но Герд тоже имеет прямое отношение к Еревану и вообще к Армении. Ну, он вообще человек мира, но в данном случае он имеет непосредственное отношение к самому знаменитому, может быть, в мире коньяку армянскому. Ну, армянский коньяк – это уже нарицательное выражение, а на самом деле первоначально армянский коньяк носил имя своего основателя, а именно Шустого. Так вот, Зиновий Ефимович Герд был женат на Татьяну Санеправдиной, которая является внучкой того самого Сергея Николаевича Шустого, который этот коньяк изобрёл и произвёл здесь, в Армении, произведя фурор на весь мир. Хоть технологии брались французские, глупо не воспользоваться родоначальником коньячного производства, но плох тот ученик, который не идёт дальше учителя. Шустовский коньяк стал намного лучше, чем аналог копия, которую сейчас производят во Франции. Если вот так стоять, как стоит фунзик, если уже во всём мире подделывают шустовский коньяк, это говорит само за себя. А я горжусь тем, что я дружу до сих пор с Татьяной Санной Правдиной Герд, которая единственная прямая наследница того самого Шустова. То есть я закольцевал в итоге так, что я имею самое непосредственное отношение к знаменитому армянскому коньяку. Вот. Лайкайте. Вы смотрели фильм «Мужчины»? Да, конечно. Любите его? Конечно. Это наша классика. Ничего себе, наша классика написал Александр Червинский наш сценарий, а Герд озвучил. Наша классика еврейская. Это мы не знали, честно. Ну вот, теперь будете знать, что это не ваша классика, а наша. Снимал Кусаян. Да. А написал Червинский. Вот. Значит, совместный ничего. Совместный оператор Васильков. Всех считали новый Герд. Герд – это армянин? Герд не армянин. Ну вот. Эдмон Кусаян. А вы знаете, что еще снял Эдмон Кусаян? Конечно. Что? Неуловимые мстители. Неуловимые мстители. Правильно. И еще другие. Приз уходят в Ереван. Остается в Ереван. Всем привет. Ну вот, мы находимся в парке Мини-Саряна, где в обычное время располагается вернисаж картин. Тут бывает достаточно многолюдно. Можно встретить очень много местных художников и много посетителей. К сожалению, на данный момент ни художников, ни посетителей нет. Но мы остаемся позитивными, оптимистичными и уверены, что в очень скором будущем все станет на круги своя. И мы, как и в прежние времена, будем встречаться с друзьями, будем встречать наших гостей, гулять, веселиться и радоваться жизни. Ну, а сейчас нам остается только претверзываться мер безопасности. Какие классные эти почки. Это все в основном красное, да, вино? Для красного вино, да. А это для белого вино, эти стороны. Мы здесь хранимое экспериментальное вино из автортонно-армянского соста «Боске Харт». Ух ты! Было видишь экспериментацию в этих бочках армянских нового карабаха в дух. И сейчас вот отдыхает. Простое вино или какое-нибудь? Нет, это будет высокого качества. «Лимит и позиция». Высокого? Высокого качества. То есть на том уровне, на котором сейчас Сашка его зачеркивает? Да, да, да. Откуда он выбирает сейчас? Сань, ну, ты понял, что осторожно спускайся, там цвета очень высокого уровня вино. Сейчас, знаете, можете перестелывать, как тут вот... Ну, мы сможем, безумие, что он слезет вниз, это опасно. Давайте отойдем, а то он на нас бросит. Ну, немного, значит. А? Немного, значит. Ну, все равно, в принципе, короче, можно было, можно было... Можно было перейти по крану, но... Сломал заботу, в принципе. Ты забот сломал, Саша. Я бы была рисунена, наверное, из крана. Зачем ты полез? Ну, в общем, аренчится. Ваши здоровые. Потому что степка самая чистая, самая хорошая. Ага, вот зачем она. Да. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Мишлена, поэтому такого оскорбления Эрик не перенес и уехал в Москву. Открыл несколько ресторанов, бросил все это, уехал в Армению, открывает теперь в Армении. Как называется ресторан? Сизонс. Где все, что мы готовили в тот раз уже можно отведать и то, что мы приготовим сейчас. Запивать мы это все будем и готовить будем с вином, как где? Розе. Розе. Сиро. Сиро Воскини. Вы думаете, это спонсоры нашей программы? Ни хрена. Просто хорошие ребята, хорошее вино. А мы готовим что? Тартар из армянской форели в виноградных листьях будем подавать. Логично, ведь армянская форель в основном ползает среди виноградных листьев. Пошли ее ловить? Пошли. Собираем для картара вот такие средние листья. Такое нормально? Да, нормально. Нам нужно на порцию три штуки. Покажи, какие. Ну вот, вот листья. Никогда не видел листьев, что ли? Нет, разумею. Нам надо еще усики немножко для украшения. А усики очень кисленькие. Я уже помню, мы когда-то готовили щечки из тандыра. Вот с такими усиками, а усики очень кислые. Все, они есть у нас. Можем приступать. Так. Форель на самом деле нормальная. Водится вот там, вот в горни, вот в этом ущелье. Видите, река там. Жужа сейчас там летает. Вам ее показывает. Пока мы готовим, она показывает реку, в которой мы ловим форель. Мы уже поймали форель. Распотрошили. Сделали из нее филе. Так. Кожу можно не выбрасывать, сушить и жарить. Получается чичерон. Как свиная кожа жареная. Да? Да, очень крутая штука. Чичерон. Запомню. Нарезаем тонкие такие пластины. Это все можно замораживать, чтобы просто легче было резать. И вообще замороженная, размороженная рыба лучше, чем свежевыловленная. Ну так суши делают, да? По сути. Да. А блендером, упаси бог, вот это сделать, порубить ее. Нет, это не то. Это будет фарш. Красный лук. Нам его нужно вообще минимум, чтобы не перебить запах и вкус рыбы. Еще будем добавлять розе, которое еще где-то через год будет готово. Мы его просто добавляем, чтобы аромат получить дополнительный. Потому что у этого розе есть запах клубники свежей, земляненький, что-то среднее, сливочное. Это тоже... А где в магазине я куплю розе, которое не готово, интересно? А вы возьмите то, которое есть. Получится примерно похоже, но не такое, как у нас. В этом и будет отличие. То есть совсем чуть-чуть? Да, чуть-чуть, потому что лимон, спирт, кислота, все, что есть, она начинает готовить рыбу, соль. Поэтому у нас процесс пошел, нужно все это сделать очень быстро, чтобы не сварить рыбу. соус лома на основе соуса устричного. Это долгий такой процесс. Вина, это все мы варим. Ну, если у вас нет, то можно каплю устричного соуса, рыбного соуса? Да, можно рыбного соуса добавить просто. Он дает такой сладковатый вкус. Лимон. И такой лайфхак. это яичные желтки. Они варятся при температуре 65 градусов в 2 часа. Потом мы их перетираем. В яйце варим? Просто яйцо варится? Или отдельно? Достаем, кидаем в вакуум, в воду, 65 градусов в 2 часа, и получается такой вот крем. Пастеризованные яйца. Ой, какая красота. Они супер универсальные на самом деле. Что, куда их еще можно использовать? Можно в любой тартар использовать. Можно на основе его соуса сделать, крем заварной, абсолютно все, что угодно. Это как помадка на работу. Сколько они живут? Недели две, как минимум. Они постерилизованы. Там ничего, кроме желтка, нет уже. Прорубленные прокрученные каперцы? Да, рубленные каперцы. Они придают яркость блюду, соль, яркость. Вдруг повар забыл посолить, надо каперцы отдувать. Крем из авокадо и зеленого абрикоса молодого. Когда он зреет, мы его собираем зеленого, достаем косточки, замораживаем и взбиваем в покой джете. Вот этот вот кошмар, который продается на улицах, я видел, юноша продавал. Сашка, давай покажем вот этот кусочек, где мальчик продает абрикосы, каменные такие, да? Да, зеленые. Из них можно? Конечно, соль добавляйте и с пивом шикарная закуска получается. Вегетарианская закуска к пиву называется. Так, сейчас мы покажем, секундочку, вон, смотрим, там мальчик, сейчас пышный мальчик продает этот абрикос. Здрасте, а это что такое? Шалов. А? Шалов. Это типа сливы, да? Слива, да. Из этого, наверное, ткемали можно делать, грузинский, да? У меня подозрение, что живот будет болеть. помоги мне объяснить. Блядь, это неспелый абрикос. А почему я его ем? Потому что он вкусный и кислый. А нет ощущения, что от этого можно распухнуть? Распухнуть вряд ли, но проблемы могут быть, если много есть. Ну, вот как думаешь, наш продавец много ест их? Вполне возможно, целый день продает и ест. По-любому, да. Все, показали. Вот этот мальчик нам продал эти абрикосы, мы взяли, заморозили, и специальный аппарат есть, он измельчает абсолютно все. Он взбивает вот так все, там ножи специально крутятся, замороженный продукт, и получается шикарное мороженое. Мы делаем из этого мороженого уже крем и на подачу используем вот этот крем. Я думаю, если вы не встретили этого мальчика, то в принципе можно авокадо обойтись. Можно позвонить мне просто. Да, звоните Айку, приезжайте в Армению и забудьте готовить, просто попробуйте это. как ресторан называется? Сизонс. Телефон может быть. 555 777. Все, готово? Да, сейчас будем сервировать, там есть особенности одна. Вкус будет полный только когда засервируется все. Уже полный вкус. А куда я делся? Листья только молодого винограда. Уже лидер на гробу лисе. Синя, это тебя. Многие привыкли есть тартар рыбу с лимоном. Ой. Вот. Так. Вот сейчас... Айка за вино. А, Ирна. Я уже вино добавил туда, если что. Я думаю, что старик Мишлен сейчас в гробу переворачивается от зависти, потому что мог ли он представить, что его ученик приготовит вот такое блюдо из правильного армянского виноградного листа на фоне арарата с розовым вином. Что-нибудь гадость какого-нибудь хочется показать. зелеными абрикосами. зелеными абрикосами. с гостем из Москвы. Он когда умер Мишлен. То есть, ну, в смысле, не чокаясь, давай. За Мишлена, не чокаясь, плох тот ученик, который не идет дальше в учитель. Ну, чтобы дожать вот эту замечательную солнечную виноградную историю, мы приехали в ресторан Гайку, который еще не открылся и мы хотим, ну, боюсь, что мы не сможем. Сможем как-то посмотреть твой ресторан? Да, если получится. Ну, если получится, а как это получится? Видишь, никак. Ничего себе. Как мы у вас, а? Классно? Классно? Хотите еще раз погасим, не хотите? Пошли, посмотрим. Как называется-то, я забыл уже. Сизон. Сизонс. Ну, просто красота дикая. То есть, вот мы уедем до первого и не попробуем, а вы приедете, ну, какой он огромный. А что значит контактный бар? То есть, можно сесть и Саша крутые коктейли сделает. Здравствуйте, а Саша не отрабатывает сейчас? Здорово. Саша еще не отрабатывает. Когда ты будешь отрабатывать все? Все будем до конца недели отрабатывать. Ну, в данный момент не на чем отработать, да, коктейль? Только вина налить. Не, вина нам надо. Которого сегодня уже напились. Хорошо, пошли дальше. Пойдемте в ту сторону. Я, кстати, тащусь от того, что в любом ресторане здесь курят. Да, ну, скоро примут закон. Да? Я надеюсь, да, что примут, чтобы не курили. Типа, вот эта комната, где нельзя, а везде, в остальных можно курить. живое. Это живое. Сорт соликорни, который я рассказывал, помните, морская спаржа, сорт. То есть ее можно есть? Эту нельзя есть, этот сорт нельзя, их больше 50 видов, а эти нельзя есть. Подожди, я не понимаю, ресторан не работает, сейчас ночь, биток народу, это что такое? Мы подготавливаемся, вот, суток работаем. Сейчас огромную кухню, сейчас пройдем, второй ресторан, второй зал. А кухня, она соединена в два ресторана, получается. Фантастика. А раздельная кухня, она огромная, это самое. Илья, ну, посмотри, ресторан не работает, а здесь жизнь кипит, как... Это хлеб на 40-летний, хорошо, я просто перевожу с русского на русский, хлеб на 40-летний закваски, который из монастыря Молдовы, передали, я ничего в этом не понимаю, но, наверное, это потрясающе. Круто. Готового нет, естественно. Ну, пошли тогда во второй ресторан. Ух ты, это печка, это что? Тандыр, постер, ну, соответственно, в Армении без мангала никак. Мангал. Да. Друзья, я, Илья, категорически против этой информации, но я ее разглашу. у него кончился аккумулятор на камере, и поэтому мы снимаем на мой телефон. мы хотели вот эту всю красоту снять, раз, все кончилось, но телефон тоже неплохой. В общем, я тебя пока поздравлять не с чем, потому что еще не открылось, но я советую вам обязательно приехать сюда, то есть, когда вы приедете в Ириван, обязательно идите в ресторан Сизенс, потому что здесь работает великий повар. Это я сегодня познал во всей мощи познания. Не пожалеете. Если вы скажете, что... хотел скидку дать, не дам. полетать, в общем, всех ждем. С первого числа мы, скорее всего, открыты. Любого места. Да. Каждый месяц будем говорить следующего первого. Да. Ну все, включай. В следующий раз это. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок